приветствую вас комрады сегодня хочу вам рассказать про сию великолепную мопедку которой я владею уже три года или 18000 километров отличительная особенность ее рама с нишей между колен как мы видим сюда отлично можно поставить рюкзак что-то посередине между мотороллером и мотоциклом подножка куда остается нога лапка переключения передач привод на заднее колесо цепью которая помещается в чехол вот такая вещь чем же она хороша она очень легкая малая малое потребление топлива порядка двух литров на 100 километров вес в районе 100 килограмм рюкзак можно размещать на кузове что освобождает спину от нагрузок что еще хорошего это китайский вариант своего рода копия honda и nova honda wave 4 тактная 97 кубических сантиметров двигатель заводка это электро стартер и от кик стартера легкая демонстрирую можно опустить поднять что на мотоцикле нормально вы не сделаете мотоцикл обычно за 200 кило весит если вы его наклонили дальше некоторой степени то дальше уже удержать его вряд ли получится с мопедкой все это довольно легко производится что позволяет избежать падения в многих случаях когда падение на мотоцикле было бы неизбежным топливный бак находится под сидением имеет объем порядка четыре целых и два десятых литра хватает на пробег порядка от двухсот тридцати до трехсот километров в зависимости от скорости езды и прочих условий минимальный расход который я на ней получал был при 40 километрах час и составлял один и три десятых литра на сто километров максимальный расход бывал порядка двух целых и двух десятых двух целых и трех десятых литра на сто километров при встречном ветре и высоких скоростях движения практически один из рядких видах транспорта которые мне все еще продолжает крайне нравится после трех лет эксплуатации детали на нем тоже недорогие максимальная скорость составляет порядка восьмидесяти восьмидесяти пяти километров в час у хонды с этим лучше хонда развивает порядка ста ста пяти километров в час но она дороже почти в три раза сей агрегат я свое время купил за 650 евро сейчас заведем вот так он работает очень хорошая защита защита от брызг от дождя хорошие развитые подкрыльники отличная такая вещь отличнейшая мопедка крайне крайне ей доволен несмотря на то что ездил и езжу временами на полноценных мотоциклах 600 и 500 кубов добочего объема но это мопедка мне нравится больше всего ладно попробуем наверное немного проехаться тоже на ней посмотреть как она в ходу посмотреть максималку сегодня хотя и ветер порывистый вокруг приборы управления мопедка тут как мы видим рычага сцепления нет сцепление автоматическое то есть при подаче газа при росте оборотов она включается второй второй метод это выключить его всегда можно нажав рычаг переключения передач похоже как на из юпитера когда-то было полуавтомат сцепления можно всегда выключить так цепь кожухи как я уже говорил то есть признак признак практического транспортного средства также защиту от брызг хотелось бы отметить как видно развитые хорошие брызговики в отличие от современных дебильных мотоциклов которых в дождь ездить крайне не рекомендуется у меня были и есть два спорт туриста yamaha xj 600 и honda cd 500 так вот на обоих ноги моментом практически мокрыми становятся когда едешь по лужам потому что брызговик там обрезанный и декоративный чисто а тут все как надо двигатель можно видеть головка двигателя доступ к винтам регулировки клапанов все осуществляется крайне просто одноцилиндровый двигатель 97 кубических сантиметров передний дисковый гидравлический тормоз задний барабанный и вот у нас видали также весь пикстартер можно завестись в пересевшем аккумуляторе колеса относительно большие 72-ймовые впереди 2,50 на 17 сзади 2,75 на 17 это новая покрышка у меня собственно она до конца так и не села как видите так тут у нас ручка газа передний тормоз как обычно идем сня аккумулятор полудохло это еще оригинальный аккумулятор он уже с начала был не сильно хорош обогащение смеси карбюратор и звуковой сигнал поворотники второй индикатор включенной передачи уровень топлива километры спидометр на этой модели врет конкретно то есть врет он в два раза если он показывает 80 то пока гпс скорость 40 тут показывается такой метрооборот двигателя вот такая прекрасная макетка ну что ж прокатимся немного так 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 Продолжение следует... Сейчас практически 6 градусов Цельсия, но тем не менее в таких мешках будет и не нервно. Даже день с подогрева. С подогревом во всем вовсе хорошо. Да, отлично. Отличная мопедка. У Хонды есть вариация всей мопедки под названием Хонды Вэйф и Хонды ИНОВА. Она еще лучше, правда немного дороже. Отпускаем газ, переключаемся, открываем газ. Ну вот, Хонда Вэйф и Хонды ИНОВА. 110-125 кубов. Они ездят быстрее. Максималка у них за сотню немного. Тоже намного лучше, чем нынешние. Поставим... Поставим... Детейс. Дабы видно было скорость. Ну что ж, поехали. Другой раком я не поеду. Хотел продемонстрировать, насколько хорошо на мопедке по всякому легкому бездорожью переначить. Но одной рукой... Одной рукой мне не хочется это пробовать делать. Я думал, что для экшн-камеры захватил корпус на шлем. Но оказалось, что я его забыл дому. Поэтому приходится одной рукой держать камеру. Второй рубить. Благо, что сцепление в домах. Можно одной рукой ехать. Застегнемся, а то прохладновато немного на улице. Начинать надо, можно, с второй передачи. Чтобы первая не тыкаться, потому что первая весьма короткая. Подписывайтесь на мой канал. Дальше. Почему? Да, все. Почему? 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Амортизатор Смотрел на полноценный мотоцикл Амортизаторы той же фирмы USS на CV500 Амортизаторы пара начинаются с порядка 180 евро плюс пересылка то есть более чем в 2 раза дороже Покрышки тоже нормальная хорошая покрышка 45 евро это хайденау а так они примерно примерно диапазоне диапазоне от 25 до 45 евро за покрышку мотоцикла целом примерно в районе сотни одна покрышка варьирует как тут интересно наверно поедем назад передача чуть проскальзывает в небольших мощностях неожидаемо правильно в общем эти туда дорога довольно скользкая местами я тут чувствую что ведет мопедку скользит она задним колесом и вот кстати на мопедке благодаря тому что она очень легкая это практически не напрягает на мотоцикле меня бы это напрягало потому что мотоцикл если начнется валить хрен ты его удержишь это одно а второе стопроцентно практически прижимает ногу при падении и если удачно неудачно упасть можно ногу сломать мотоцикла это кстати интересная система советские мотоциклы у меня когда-то был из юпитер там были фиксированные подножки вот как на мопедке железная подножка она стоит и стоит она не складывается то есть при падении это подножки берет на себя вес мотоцикла и мотоцикл скользит на подножки на современных японцах подножка складывается там пружинка стоит ось то есть он предназначен складываться если мотоцикл падает подножка просто складывается и мотоцикл едет на вашей ноге что по моему вообще-то как-то по идиотски то есть мотоцикл бережется больше чем здоровье райдера вот такая фигня есть это дальше все-таки поедем по большой дороге что-то тут залез дядя подогнали стекло я установил сам это не оригинальное купил в эбэе за по-моему 15 что ли евро с пересылкой перечи накрепится оно к ростейнам зеркал пришлось вытачивать удлинители потому что тут пластик иначе места крепления вниз упрятаны вот так вот вот так вот Стоит поедет, не знаю, не знаю. Опа! Опять кого-то поймали. Разидеть, разидеть. Разидеть, разидеть. Продолжать бесплатно приеможете! Продолжение следует...